Не знаю насчёт рекорда, но вот в боёв у Юрия тут точно не меньше, а то глядится, наверное, на жизнь. Природная категория. Ну, да ладно, хочется верить, что Юрию Бессмертному это не помешает. Опять же, учитывая колоссальный опыт выступления, учитывая то, кто в его углу находится, давайте посмотрим. Тем более, что Юрий Бессмертный, как вы уже слышали, уже пробовал штурмовать Олимп турнира. Бои по правилам на Кургатнефть не всегда получалось. Посмотрим, как будет теперь. Рейфер в риме Руслан Мухарлянов. Хороший лоу-кик. Осенью у Юрия был очень интересный поединок, был на одном из бойцовских шоу, он держал победу над Максом Воровским, причём достаточно уверенно. Макс Воровский, да, представитель Эстонии, это, кстати, тоже один из участников турнира боя по правилам КНА, Престиж Файтер. По-моему, там досрочно закончилось. Да, 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 Макс Воровский тогда одержал победу, по-моему, встречался с Алисом Трофимовым, с математом из Израиля. Мы видим, что поединок у нас начинается с разведки. Спортсмены никуда не торопятся, хотя уже те немногие удары, которые выпустил Чан, оставили след на туловище Юрия. По поводу китайских спортсменов у нас потихоньку скептизм пропадает, потому что мы понимаем, что это очень серьёзные оппоненты, и причём при составлении файт-карты, да, составлении оппонентов и согласования, китайские спортсмены сказали, что нас вообще не интересуют и против нас быть не ступен. Это касается всех парков, да? Всех, совершенно верно. Любого веса, любой формации, выставляйте кого хотите. А то многие же спортсмены с этим будут, с этим не хочу, этого не надо. Капризы иногда бывают, но в данном случае китайцы показывают великолепную волю и желание побеждать и двигаться вперёд. Хороший лоу-кейк, исполненный Юрия. Но пока темп боя невысок, прямо скажем. Хорошая передняя рука у Чана, быстрая. Юрий не всегда успевает на неё реагировать, но опять же, это пристрелочные удары. За ними что-то кроется всё обязательно, посмотрим, что именно. Хорошо, вот своим джибом Юрий здорово сталкивает соперника, сбивает с прицела. Отлично подловил на одной ноге Юрий. Бессмертный пока старается особо не вкладываться в свой удар. Опять же, пытается до конца прощупать, просмотреть соперника, понять, что он может, что нет. Как его брать. Хорошая двоечка, молодец. Немножко тряхнул оппонента Юрий. Пять секунд. Пока всё. Ну что ж, очень, так, размеренно. Я верю, это хорошо, да. Без нокдаунов были попадания. Я люблю этот чемпионат за его уникальные правила. Именно. Если правила делают эти поединения, я не имею в виду. Совершенно верно, он переехал на этот бой. Он ведётся в полный контейн. Как-то я его сразу и не приметил, он недавно приехал, да, походу? Он буквально перед приёмом. А, ну ясно. Юрий Салазов – это один из сильнейших бойцов в категории «Долд Макс» 70 килограммов. И он, опять же, тоже очень некомпризисный. Я бы всё-таки для справедливости назвал боевой первого тренера, Александр Саши Ковтик. Это тоже тренер клуба «Ченок», воспитавший немало бойцов. И Олег Викторович, кстати, тоже воспитанник Саши Ковтик, который участвовал в прошлом сезоне. Да, помню. Помню, конечно, бой Чинбиза и Джорджо Петросяна. Очень-очень интересный. Да, но вот тогда Петросян всё-таки раз в больших преимуществах поединок забрал. Ну да ладно, давайте смотреть дальше. Юрий Бессмертный против Чана Цюнчена. Хороший лоу в исполнении белорусского спортсмена. Есть уже такое серьёзное покраснение на левом бедре у Юрия. Хотя вот опять же, да, не так много ударов уграс. В принципе, не так много в количественном соотношении Чан. А вот здесь, да, такая серия приличная. И обратите внимание, как бьёт лоу-кик. Очень короткая траектория. Вот прекрасно, как на нужную дистанцию набрасывает луками и туда сажает прям очень... Ещё раз подчёркиваю, очень короткая траектория, но очень плотная. Вот такие лоу-кики, как правило, я помню, набрасывал Росмалин. Он не высокого роста сравнительно, да, поэтому бьёт с ближним. Хорошо, что не по-наму-то по-наму-то по-наму-то. Мы можем только догадываться, какой эффект разрушительный удары на наносит Сио соперника. Отличный, плотный лоу-кик от Юрия. Здоровый молодец. Здесь не отдаёт бёдра. И хороший контратак. Но вот в такой манере, да, Юрия полнает. Играть, обыграть, да, больше стало движение головой. Он стал больше вымерять дистанцию. Больше из пульта падает. И ещё шоу, и ещё шоу место, когда всё хорошо проходит. Да, рубиться не надо, парень мощный. Руис походим. Поверьте, зрители в зале оценили этот удар, вдох. Все почувствовали это на себе. Чуть больше минуты до конца второго раунда. Юрий чуть-чуть активизировался и больше стал работать на контратаке. Отлично. Вот то самое. Меня смущает всё-таки Юрия левая нога. Она уже поменяла цвет и меняется. Безусловно. Но приёме в том, что соперник стоит сейчас правосторонней стойки. То есть он может быть или по внутренней стороне бедра, или с передней ноги. Но это всё равно будет не так мощно, как стали. Либо в телесной печень. Да, ну, конечно. Ну, пожалуйста, да. Лоу-кик по внутренней стороне бедра наносит сейчас Чан. Решил поджать Юрий. Немножко получилось. Жалко. Да, обрабатывает переднюю ногу так конкретно оппоненту Чан. Пока вроде на Юрия это не оказывает особого влияния. Мне кажется, что это дефонстрирует твой уровень, твой мастерского, интеллект, 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 интеллект. Совершенно верно. Вы знаете, при тренировке молодых спортсменов и наша практика, и наша философия замечала в том, что при умении блокировать 9 из 10 ударов, это всё равно счёт 1-0. Если ты пропустишь 9, забьёшь 10, то всё-таки в 9 ударов, которые зайдут в твою голову, это всё-таки здоровье тебе не прибавит. Поэтому тут я с Романом полностью согласен. Внутр-панчер — это, конечно, такие профессора ринга. Вот опять же, мы победили сегодня Джоджио Петросян, это ярчайший председатель. Внутр-панчеров, Лешан, это работа вторым номером, образцовым показателем. Ну, с другой стороны, есть атаки парни, например, как у Смалина, который мы сегодня в финале. Это чистый агрессор, закрывается блоком и идёт вперёд. Перебил вас Роман, что-то Чингис не очень доволен ходом поединка, он стоял так, достаточно задумавшись. Ну, переживает за Юрия своего друга, брата по оружию. Итак, смотрим третий раунд, и вот опять очень хорошая контрушечка в исполнении Юрия Бессмертного. Вот надо, надо, надо в том же насыпать постоянно общий тоннаж этих ударов в бедро, он обязательно скажется в дальнейшем. Будет уходить уверенность, во-первых, на отбитый нагет и сильно не ударишь, и это будет тебя беспокоить. Молодец, Юрий, вот туда, прямо вот в одно и то же место долбить нужно, долбить, и обязательно это принесёт свой результат, конечно, в счастье. Не переиграть нужно китайского спортсмена, потому что он, конечно, стоит очень плотно. И, скажем так, у него намерение двигаться назад, всё это, скажем так, мало, а Юрий молодец. С вертушечкой такая корявенькая получилась, можно сказать, для Китая. Но Юрий не замедлил этим воспользоваться. Вы знаете, вот забитый пол не пакет ничем, то есть, понимаете, какой бы он корявый не был, он всё равно просто достигает цели. Нет, если это был бы нокдаун, то кто бы вспомнил об этом. А в предыдущем эпизоде Юрий выпустил хороший правобоковой ещё раз туда. Заходят, заходят. Он явно остановился. Чан взял паузу, но опять же не совсем маленький. У-у-у, по печени. Здравствуйте вам. Прям под ручку. Самортизировал удар сейчас Юрий бессмертный. Не было какой-то разрушительной силы. Справа на право обменялись. Я остался. Да, я остался на левый боковой. Прямо, он вроде не сильный. Конечно, мы желаем Юрию победы, потому что действительно, Роман сказал, что чем-то таинственное. Мы болеем за спортсменов по советскому пространству, из России, Белоруссии. Но тут казанская публика достаточно благодарна. И поверьте, что в зависимости от того, с какой стороны спортсмена тоже победу, встречает его тепло и, скажем так, с любовью. Да, 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 безусловно. Узнают, кстати, на улице. Вот, просят автографы, просят сфотографироваться. После турниров подолгу не отпускают. Особенно тех спортсменов, которые им понравились, которые показали хорошие зрелищики. Интересно было узнать у Камедули, который пообещал, чтобы начали болеть из-за него, даже если кто не болеет. Как у него сейчас поменяется жизнь, как он завтра прослется. Отличное попадание в исполнение Юрия. Тем временем опять в тройке проходит этот удар справа силовой. Вот здесь хорошо мне нравится, как Юрий блокирует удары соперника сильнейшей правой руки плечом. Подставляя его и сам тут же выпускает контр-атаку. Здорово. Ох, какой хороший лоу-кинг. Прям побивающий удар. Здорово. Мощно, плотно. Сам бедра не отдает. И пошел в контр-атаку. Юрий столкнулся с головами. По счастью, без ослужений. 35 минут до конца этого раунда. Вообще неплохо было бы, конечно, нокдаун. Оформить и уже снять все вопросы о победителях. Дано противостояние, но не так-то просто это будет сделать еще раз туда справа. И, о-о-о, локтом попал, да, по-моему, сейчас, Юрий? Не-не-не. Или предплечье? Предплечье, предплечье. Сократил резкую дистанцию китайский спортсмен, поэтому намерений не специально здесь нет. А Юрий, конечно, нужно, скажем так, рассчитывать, понимать, что впереди четвертый раунд. И тут надо, конечно... О-о-о-о. Здорово ногу подготовил, да, Василий? Раз двоечку, два двоечка. И туда тут же на полтемпа раньше выбрасывает. Я понимаю, что он сдержался сейчас. Все это время, чтобы не показать, что у него есть какая-то заготовка. Ни разу Юра тогда не ударил в голову. Да-да-да-да. И вот еще он прям здорово, да, руками накидывает раз и раз. И заметьте, какое хорошее чувство времени. Да, то есть прямо под занавес, чтобы вот оформить нокдаул. Но не получилось. Ничего страшного. У Юрия Бескерта вот все получается. И самое главное, что он вроде бы неплохо тушен. И энергии, по крайней мере, еще на 3 минуты. Молодого полу него должно хватить. Ну что ж, друзья. Поехали. Он сказал поехали. Мазать самому не надо. О, здорово. Вот опять, да, просто классика жанра сейчас. Попал еще раз справа с двойки. Молодец, Юрий. И сейчас будет накандано мидл. Вот он. Вот тут тоже Юрию Бессмертному вполне можно контрить. Потому что сейчас... Читается, читается. Попал руками. Попал руками. Попал руками. Ни в коем случае нельзя терять концентрацию. Какой бы он ни был уставший, какая бы ни была пробитая нога, передняя или дальняя, неважно. Все время собрано. Малки, опять же, ничего рассказывает. Юрий очень опытный. Спортсмен все прекрасно понимает сам. Пауза небольшая повисает. И здорово. Опять после небольшого прихвата ноги, опять же, так, в рамках допустимого, Юрий пробивает правой рукой по туловищу. Я думаю, почему Юрий взял паузу. Потому что он ждет атаки оппонента, чтобы впоследствии его проваливать. И здорово. Здесь повторные атаки с двойки. Юрий Бессмертный заводит силовой удар справа. И вот опять, да, вот чуть-чуть корпус вниз подал через финт. И попытка пробить хай-кик, но китаец очень вовремя сместился вперед, погасив силу удара. Не получилось. Нет, здесь на скоком делу не поможешь. То есть надо, конечно, Юрия, ну скажем так, хотя бы серийность увеличить в работе. Для того, чтобы хотя бы для судей это было бы понятно, что они могут отдать победу более уверенно Юрию Бессмертный. Очень хорошая серия сейчас была в исполнении Юрия. Несколько эпизодов прям очень здорово. И в контратаке под ногу с правой руки ударил плотно. И после этого серию выпустил и голова. Голова прикрыта пока у китайского оппонента. Но при всем при этом это все равно удар через перчатку. Это все равно потрясение. Так или иначе, минуту до конца четвертого раунда чуть-чуть потерпеть. Пока что, мне кажется, Юрия Бессмертный уверенно дополнительный раунд забирает. Уверенно. Хорошая серия с левым боковым завершением. Ну, точнее надо быть. Все-таки судей, какие бы, как бы не было, может быть, отчасти родная площадка, то надо понимать, что судейство в боях ТНА, оно все-таки максимально объективное. По-моему, чуть-чуть поплыл сейчас Чан. Юрий Бессмертный его наградил. И нога, и нога готовилась. Юра готовила ногу. Для атаки. Отличная двойка снова очень плотная. Здесь Юра хорошо протащился. Правая, правая нога. Тяжелый бой. Безумно тяжелый бой. И, конечно, китайский спортсмен показывает чудеса воли в победе. Для того, чтобы пять секунд до конца. Колено в голову. Тут же уклончик. Все, победа. Забрал Юра четвертый раунд. И, знаете, вот я люблю те поединки, когда, скажем так, становится предельно ясно, или хотя бы около ясно, что в чью сторону склоняется победа. Мне показалось, что сейчас продолжают восстанавливать китайского бойца. Нет, нет. Уже раздевают. Все. А то думал, мало ли, может они рассчитывают на продолжение поединка. Нет, нет. Четыре раунда позади. Юрий Бессмертный побеждает. Я прям готов поставить на это что-нибудь квартиру, только не свою, конечно. Ну, молодец, молодец. Вот еще мне понравилось, как Юрий прочувствовал вот это движение правой сбоку, как раз под контратаку ногой. Увидел это все прям несколько раз очень плотно. Он правильно сгруппировался на четвертый раунд. Рядом с нами комментаторы Fightbox на английском языке. Поверьте, там вообще жара. То есть человек полностью отдался комментариям. Ну, Даниил Рябко он такой. Итак, слушаем. Слушаем официальный вердикт. В ринг выходит Владимир Сычев и комментатор ведущая. По решению судей в этом поединке одержал боец из Белоруссии. Да. Тут не нужно было уже никакой интриги закручивать. Понятно, что Юрий Бессмертный побежден. Нет, вы знаете, пока решения нет. Интрига остается. И также наши традиционные, от нас с Романом поздравления китайским спортсменам. Да, конечно, очень неплохой бой. На этот турнир посмотреть на меня, на ребят, поболеть. Юра молодец. Вам большое спасибо. Называется, не похвалишь себя, значит, могут и забыть вдруг. Андрей Сергеевич Игридин, поприветствуем. Да. Андрей Сергеевич Игридин, который внес. Хиты этого сезона, море драйва, эмоций. Все это на главной сцене ТНА, хедлайнера фестиваля Little Big Fit Duke Тима Белоруссии. Билеты можно купить без комиссии на TNA-tickets.ru. На Мюзик-фест также можно приобрести столик бип-зона и определить победителя.